Отметим, что до этого вырубка зелёных насаждений проводилась нестихийно. На место выезжала комиссия и в случаях, когда это было целесообразно и необходимо, согласовывала работы по спилу деревьев. В новом положении появилось больше конкретики. В документе прописаны все необходимые требования для уборки деревьев. Например, если они мешают производству работ по замене сетей или представляют реальную угрозу жизни и здоровья граждан. Указан и перечень ответственных лиц. Теперь на них, помимо спила и уборки веток, возложены ещё обязанности по озеленению освобождённой территории. То есть не просто нужно спилить дерево. Во-первых, мы говорим о вырубке. То есть та информация по пням, которую мы всё собирали. Понятно, что сейчас при производстве работ эти вопросы уже подниматься не должны. То есть предусматривается не просто спиливание дерева, а его вырубка. А также и взамен должны быть проведены работы по компенсационному озеленению. Получается, место, которое раньше занимали старые или не очень деревья, пустовать не будет. На их месте должны быть высажены новые. Заняться компенсационным озеленением на месте вырубок должны будут те, кто затеял работы по вырубке.